Всем привет вы на канале планета Земля и сегодня мы поговорим о Белом море. С наступлением лета большинство людей собирается отдыхать и путешествовать. Смена обстановки практически всегда влияет на человека, помогает собраться с мыслями и открыть что-то новое для себя. Большинство людей любят отдыхать на теплых цветных морях, на черном море или красном. Однако есть те кому нравится наблюдать за природой и в более холодных регионах. Ведь что есть у Белого моря нет ни у черного ни у красного. И прежде чем там побывать нужно подготовиться и узнать что представляет собой это красивое и замечательное Белое море. Поехали. Если смотреть по географической карте, то место где находится Белое море проходит между Мурманской и Архангельской областями. И этот северный водоем обладает уникальным очертанием и делится на несколько участков, каждый из которых имеет свое название. Бассейн, горло, воронка, воронка, онежская губа, Двинская губа, Мизенская губа и Кандалажский залив. Воронка — сторона ближняя к Баренцеву морю. Внизу она граничит с мысами Орлов, Терский и Воронов мыс. А сверху идет по линии мысов Святой Нос и Канин Нос — горло, пролив который соединяет северный участок и бассейн Белого моря. Часть горла, находящаяся на северо-западе, прилегает к Терскому берегу, а юго-восточная — к Зимнему. Бассейны Белого моря — это Двинская губа, Онежская губа и Кандалажский залив. Берега Белого моря также имеют собственные названия и традиционно разделяются на Терский, Кандалажский, Карельский, Поморский, Онежский, Летний, Зимний, Мизенский и Канинский. Иногда Мизенский берег разделяют на Абрамовский и Канушинский берега, а части Онежского берега называют Лямецким берегом. Линия, которая разграничивает Белое Баренцево море, проходит от мыса Святой Нос на Кольском полуострове до мыса Канин Нос, расположенного на полуострове Канин. Общая площадь — 90 тысяч квадратных километров. И вроде бы цифра большая, но на самом деле это море не очень большое. Например, Баренцево море в 16 раз больше Белого. В Белом море соленость воды ниже средних значений океана, что вызвано основными причинами. В море идет постоянный приток подземных и речных вод, поэтому оно заметно опресненено. Помогает опреснению? Во-первых, река Северная Двина. В устье Северной Двины стоит главный порт Белого моря — Архангельск. Река очень полноводная. Расход воды в устье составляет 3490 кубометров в секунду. Второе место среди главных рек Белого моря занимает река Мизень, протекающая по Республике Коме и Архангельской области. Река Онега, Паной, Кемь, Кать и еще множество рек. Удерживать низкие показатели солености помогает минимальный обмен водами с рядом расположенным Баренцевым морем. Последние замеры показали уровень солености в пределах 26 промилле. В ряде мест показатель еще меньше, однако в глубине акватории соленость достигает 30 промилле. Наибольшая глубина также невелика и равняется 330 метрам, а средняя 67. Почему так? Потому что Белое море — шельфовое море. А кто не знает, шельф — это прибрежная относительно мелководная морская или океаническая зона с глубинами до 200 метров. Возникло оно на склоне кристаллического Балтийского щита. Дно моря имеет сильно расчлененный рельеф. В северо-западной части расположена Кандалажская впадина с резко очерченными берегами. К югу от нее находится возвышенность — основание Соловецких островов. Много небольших подводных возвышенностей имеется в Онежском заливе. В горле и воронке, а также в Мизенском заливе — характерные подводные песчаные гряды, созданные приливными течениями. Донное отложение основной части моря Идвинского залива представлены илом. В Кандалажском, Онежском заливах и в северной части моря преобладают песчаные каменистые грунты. Нередко, особенно вблизи берега, на дне обнажаются ледниковые отложения. Подобно Балтийскому морю, с которым Белое море исторически тесно связано, в последнюю ледниковую эпоху котловина Белого моря была заполнена льдом. Только в антропогеновый период и ольдевое время, когда край ледника отступил на северо-запад, котловина была затоплена морскими водами. Самые большие острова в Белом море — Соловецкие, у входа в Онежскую губу. Остров Великий, в Кандалажском заливе. Остров Моржавец, у входа в Мизенскую губу. Мудюкский остров, у входа в Двинскую бухту. Кстати, Соловецкие острова — это архипелаг Белого моря и находятся в 165 километрах от Полярного круга, а также являются туристическим центром Русского Севера. Студеная, Соловецкая, Северная, Спокойная, Белый залив — так называли Белое море в прошлом наши предки, а скандинавы называли Белое море Гандвик, хотя поначалу они называли Гандвиком весь Северный Ледовитый океан. Еще называли Белое море Залив Змей из-за изогнутой береговой линии, на берегах которого расположена Биармия — страна Биармов. В русских источниках название Белое море впервые появилось в 1582 году. Это же название с конца 16 века Белое море носит в иностранной картографии. В книге «Большому чертежу» 1627 года море называется Великое море Белое. Белое море могло получить свое название по белесоватому цвету воды или из-за туманов. Также известно, что у древних народов белый цвет означал по компасу направление «север». То есть Белое море — это море, расположенное на севере. А может, все намного проще. Белое море на полгода замерзает, хоть и не полностью, и становится белоснежным изо льда и снега. И тут вопрос, почему же оно не замерзает полностью? Оно же на севере и вода не такая уж соленая. И тут все очень интересно. Да, оно принадлежит к Северному ледовитому океану. Но в то же время Баренцево море, которое находится еще севернее, теплее, чем Белое. И оно не замерзает почти круглый год, благодаря теплому североатлантическому течению и циклонам, которые приносят повышение зимних температур воздуха. Узкий пролив, называемый горлом, соединяет Белое море с Баренцевым. В проливе даже дно выше, чем в остальном море. Оно похоже на высокий порог. Из-за того, что вход в Белое море очень узок, сюда плохо проникают воды теплого североатлантического течения. В то же время сплошной лед, который может образоваться, сразу же взламывается волнами и приливами с отливами. Поэтому на протяжении зимы поверхность моря забита плавучими льдами и снегом полностью не застилается. Прочный лед сковывает только узкую небольшую полоску взморья, а приливы и отливы — одно из чудес Белого моря. Для тех, кто не наблюдал это явление и не углубляясь в физику, кратко. Прилив и отлив — это колебания уровня воды в результате воздействия в основном Луны и в меньшей степени Солнца. Уровень воды совершает правильные колебания дважды в сутки. А поскольку морскими приливами руководит Луна, то это сутки лунные, которые немного длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут. Цикл приливно-отливных колебаний уровня воды не 12 часов, а 12 часов 20 минут. Каждый день прилив немного запаздывает, из-за чего он может приходиться на разное время суток. Например, в Кандалажском заливе высота прилива достигает 2,5 метров, а в Мизенской губе — до 12 метров. Для морских исследователей очень важно знать время прилива и высоту воды заранее. Судоводители подгадывают погрузочно-разгрузочные работы к полной воде. Водолазы прокладывают подводные маршруты с учетом направления приливных течений. Для большинства людей, работающих на берегу или в море, таблица приливов и отливов — главный документ, необходимый для планирования трудового дня. Также планирование зависит, конечно же, от погоды. Летом в этих местах довольно прохладно, средняя температура в июле не превышает 10, и практически постоянно идут дожди. Климатические условия, водный обмен с Баренцевым морем и речное наполнение оказывают большое влияние на состояние гидрологического режима Белого моря. С наступлением осени, хотя площадь водной поверхности небольшая, наблюдаются сильные шторма с высотой волн до 6 метров. Зимой на 6-7 месяцев море сковывается льдом, а у берегов образуется припай. В центральной части Белого моря подвижные льды могут достигать до 1,5 метра в толщину. Для моря характерен как континентальный, так и морской климат. Связано это с его географическим расположением, ведь на протяжении всего года на его климат оказывает влияние с южной стороны суша, а с северной — северный ледовитый океан. Зима на море долгая и холодная. Юго-западные ветры способствуют пасмурной погоде, с низкой температурой и сильными снегопадами. Местные жители дали ветрам имена собственные. Северо-западный ветер — Глубник или Голомянник, северо-восточный ветер — Мариана, юго-восточный ветер — Обедник, северный ветер — Сиверка, южный ветер — Полуден или Летник, а юго-западный — Шелонник или Паужник. Льдом море покрывается с октября по июнь месяцы. Освоение Белого моря началось в XI веке жителями Новгорода, которые поселились на его берегах. В силу местоположения образ их жизни тесно связан с рыбным промыслом и мореплаванием. Назывались они поморами, так как жили вдоль берега Белого моря. В те времена этот край славился богатством рыбы и пушного зверя. Промысел был нелегким, поэтому поморы начали детально изучать характеристики приливов, отливов, ветров и морских течений. По результатам исследований они разработали свои навигационные методы. Впервые гидрографические свиньяни о Белом море появились в середине XVI века, а к началу XIX было составлено полное его описание. В начале 30-х годов были проведены съемки и промеры морского дна, на основании которых ученый из России Рейнике выпустил Атлас. В середине XIX века была издана подробная лоция, а ближе к началу XX века исследователи изучили самые глубокие места, пусть не такие уж и глубокие. Первым поселением, основанным в XIV веке, было село Холмогоры, построенное на берегу реки Северная Двина, которая впадает в Белое море. Отсюда в конце XV века были снаряжены и отправлены в Европу первые торговые корабли, груженные зерном и пушниной. В середине XVI века к Холмогорам причалил первый корабль из Англии под командованием Ченслера, который был посланцем короля Эдуарда VI. В результате поездки в Москву и переговоров была образована совместная компания по производству канатов. Голландцы, посетившие Холмогоры после англичан, обосновали там торговую факторию. Для обороны торгового центра была возведена крепость с башнями, которая спасла поселение от осады польско-литовского войска. В XVII веке из-за паводка крепость была разрушена, а вместо нее на противоположном берегу был построен новый деревянный Кремль. Правда он просуществовал недолго и через два года был уничтожен пожаром. С ростом торговли большие корабли из-за низкой посадки не могли подойти к месту разгрузки. Поэтому в конце XVI века был построен город и порт Новые Холмогоры, который позже переименовали в Архангельск. При Петре I здесь были построены первые российские верфи, на которых по голландской технологии стали строить большие корабли. Уже в советское время недалеко от Архангельска был построен судостроительный завод, который дал начало городу Северодвинску. Основным морским портом является Архангельск. Другие порты на Белом море это Беломорск, Кандалакша, Кемь, Мизень, Онега, ну и конечно же Северодвинск. В начале 30-х годов XX века был построен Беломорканал, который соединил Белое море с Волго-Балтийским водным путем. Учитывая суровость природных условий возникает вопрос, а существует ли в Белом море вообще хоть какая-то живность? Конечно, животный мир богат и разнообразен. Зимой как только наступают холода, в северной части появляются жители Белого моря. Но не поморы, а гренландские тюлени. Здесь они устраивают свои лежбища. Гренландские тюлени производят в северной части моря свое потомство – трогательных бельков. Тут же обитают киты-белухи. Присутствуют в фауне Белого моря морские зайцы и нерпа. Встречаются здесь раки и морские черви. Всего в Белом море насчитывается 1570 видов ихтиофауны и около 200 видов различных водорослей. Наибольшее распространение здесь имеют сель, сайда, навага, горбуша, кунжа, форель, хариус, семга, корюшка, треска и камбаловые, собирающиеся на нерест в районе полуострова Канина и Мизенской губы и другие виды обитателей с жабрами. Также в Белом море присутствуют кораллы, морские ежи, медузы и морские звезды, которые любят полакомиться мидиями, живущими в огромном количестве. Полезная водоросль ламинария тоже произрастает на дне. Известно, что еще монахи Соловецкого монастыря собирали на Беломорье водоросли для производства агар-агара. Этот промысел существует и сейчас. На мелких островах оглашают просторы крики птичьих базаров. Здесь орланы-белохвосты, полярные крачки, северные олуши, большие поморники и другие птицы высиживают своих птенцов и учат их подниматься в северное небо. Там же можно увидеть и арктического единорога Нарвала — таинственное животное с длинным рогом. И зачем он ему — ученые до сих пор дискутируют. Белое море когда-то было одно из самых чистых, но со временем и у него появились проблемы, связанные с деятельностью человека. Например, раньше это было громадное количество угольного шлака от кораблей старых времен. Вопреки Лондонской конвенции с начала 60-х прошлого века Северный флот регулярно сливал в море радиоактивные отходы и отработанное ядерное топливо. Современные суда вместе с портовым хозяйством являются источником загрязнения еще и поверхности. Сотни тонн отработанного машинного масла, нефтепродуктов, стоков и твердых отходов попадают в воду. Свою часть загрязнений несут реки. Историческим загрязнением Беломорских вод является лесная промышленность. На всех ее этапах производства, от рубки леса и сплава до переработки и целлюлозно-бумажного производства, древесины и отходы оставались или сбрасывались в реки и моря. Кроме того, современное целлюлозно-бумажное производство сбрасывает отходы, насыщенные фенолами и метиловым спиртом. Источниками экологических проблем региона является горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и нефтехранилище. Они поставщики тяжелых металлов, а также пестицидов, ядовитых и отравляющих веществ, которые накапливаются в живых организмах морской флоры и фауны. И со временем могут попасть с пищей в организм человека, который в свое время об этом и не задумывался. Что касается нефти, то ее пятна не только уничтожают морскую природу, ограничивая приток кислорода в воду, но и обрекают на вымирание птиц и животных, обволакивая их густой жирной пленкой. Да и сами люди в дальнейшем пострадают от этого. Экология относится к глобальным, но решаемым проблемам человечества, которую люди должны решить вместе и не только касаясь Белого моря. Экология это хорошо, но можно ли все-таки купаться, спросят меня дорогие зрители канала. Окрестность Белого моря характерна холодами, поэтому купание возможно только в очень короткий период и то только в заливах, где вода прогревается. А если вы закаленный человек, то всегда пожалуйста. Белое море красиво по-своему. Здесь не встретишь множество туристов и людей в купальниках. Однако существуют разнообразные виды отдыха и развлечений для гостей, например, плавание по воде на катере или лодке, походы по островам, наблюдение за местной природой, экскурсии по побережью, мастер-классы по ловле рыбы. Побывав здесь, хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы снова испытать все виды эмоций от увиденной красоты. И если вас не пугает холодный климат, то смело отправляйтесь в путь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.